КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Мой город может гордиться. Он был причастен к судьбе большого поэта. Точнее, он был пусть небольшой, но необходимой страницей его жизни. Всего одной, но неотъемлемой строчкой из ста томов его партийных книжек. Маяковский трижды побывал в нашем городе. Правда, первый раз летом 1910 года не выступал. Приехал просто погостить к своему товарищу Николаю Хлёстову. Летом 1910 года я пригласил Володю Маяковского к нам в Саратов. Там жили моя мама и сёстры Надя и Зоя. Володя быстро подружился с сёстрами. Надя занималась скульптурой. У неё и у Володи сразу нашлось очень много общих интересов. Володя ценил способность моей сестры и помогал ей в работе. Они часто спорили об искусстве. Главной темой споров были передвижники. Надя их превозносила, а Володя, отдавая им должное, говорил. Жизнь изменяется, идёт вперёд, возникают новые отношения между людьми. Революция 1905 года произвела огромный сдвиг в сознании людей. Она открыла глаза на неисправимость, несовершенство и убожество нашей жизни. Сейчас нарастают новые силы в борьбе за лучшее будущее. Искусство должно отображать всё это. Нельзя писать о новом по старому. Нужны новые формы выражения. Ну, а что ваши передвижники? Они уже устарели. Надя никак не могла смириться с тем, что передвижники устарели. Её поддерживала Зоя, и они вдвоём нападали на Володю. Однажды он привёл к нам домой студента и сказал, знакомьтесь, мой друг, студент Маркиз. Я не стал расспрашивать Володю о Маркизе, он не любил расспросов. Уже потом я понял, что Маркиз был одним из партийных товарищей Маяковского. С тех пор мы стали бывать везде втроём. В Саратове, недалеко от Волги, находился городской сад Липки. Тёплыми летними вечерами там собиралось много гуляющих. Стали ходить туда и мы. Вскоре вокруг нас образовался кружок молодёжи, человек 20-25. Часто мы из сада уходили на Волгу, брали несколько лодок, ехали на Зелёный остров. И там веселились, разводили костры, прыгали через пламя, катались с песчаных курганов, ходили, хороводы водили. Потом на бегушках садились у костров. Володя начинал рассказывать стихи, что-нибудь интересное. Все мы очень любили петь. Пели соло, дуэтом, чаще хором. Часто пели популярный в то время вечерний звон. Причём Володя и Маркиз самозабвенно всегда гудели вдвоём. Однажды я стал замечать, что Володя во время пени куда-то исчезает. Я проследил за ним и нашёл его лежащим на песке вдалеко от костров. Ты что тут делаешь? Молчи, ложись. Смотри и слушай, как здесь хорошо, ответил Володя. Да, действительно, было замечательно. Нагретый за день песок сверху немного остыл, но глубже было еще теплый. От реки веяло свежестью, прохладой. Вдали ярко горели костры, доносило стройное пение наших друзей. Тихо плескалась Волга. Над нами вовсю ширь раскинулось темное, усеянное яркими звездами небо. Володя любил глядеть на звезды. Он хорошо знал астрономию, называл мне многие звезды, созвездия. Мы лежали и любовались ночным звездным небом, а наши товарищи как будто бы для нас пели нашу любимую. У зари узореньки много ясных звезд, а у темной ноченьки им и счету нет. За лето Володя заметно изменился. В кругу наших друзей он чувствовал себя превосходно. Всегда был веселый, энергичный, жизнерадостный. Видимо, волжские просторы повлияли на него. Он стал как бы выше ростом, голос его окреп, стал увереннее, шагать он стал широко. Когда он появлялся в саду, многие гуляющие обращали на него внимание. Там собирались немало богатые публики, сынки и дочки, купцов, чиновников, фабрикантов. Они гуляли отдельно в небольшом огороженном участке сада, который назывался цветником. К нам относились с презрением. Выскомерные, разряженные, они ходили вокруг цветника, как бы образуя непрерывный поток. Черт возьми, сколько здесь собралось тунеяться. Ну, погодите, сейчас я вас возьму за жабры. Маяковский поднимался во весь свой рост в черном плаще, в черной широкополой шляпе и шел в толпу против ее движения. При виде его мощной, возвышающейся над толпой фигуры и грозного лица, барышни и кавалеры шарахались в стороны. Возникал переполох, шум, раздавались ругательства, звали полицию. Я тебя вполне понимаю, но какой толк от твоего нападения на них? Они все равно останутся такими, какими были. За ними их отцы и полиция. Что ты мне толкуешь? Я не хуже тебя понимаю все это. Но не могу я видеть этих самодовольных паразитов, этих прихвостней. Так и хочется испортить им вечер, хоть как-нибудь нарушить их благополучие. А слышал, как они ругали тебя? Ну и что, что ругали? Они же буржуи. Значит, я правильно делал, раз ругали. Вот если бы хвалили, то было бы плохо. Нет, здорово я их расшвырял. Будут меня помнить. Субтитры создавал DimaTorzok А первое выступление поэта в Саратове состоялось 19 марта 1914 года. Зал консерватории. Зал консерватории. Среда 19 марта. Гастроль знаменитых московских футуристов. Василий Каменский. Аэропланы и поэзия футуристов. Давид Бурлюк. Живопись футуриста. Владимир Маяковский. Достижения футуризма. Картины, чтение стихов. Это было одно из многочисленных выступлений футуристов во время турне по России в феврале-марте 1914 года. Саратовская публика к тому времени уже много слышала о футуристах и была разочарована в футуризме. Особенно часто рассказывали о скандалах, сопровождавших порой их выступления. Зал консерватории был наполнен наполовину. Вечером 19 марта в точно назначенное время на сцене появились Маяковский и Бурлюк. Милостивые государи и милостивые государыни. Вы пришли сюда, привлеченные слухами о наших скандалах. Но успокойтесь, сегодня вы их не увидите. Да, я люблю скандал, но скандал в искусстве. Дерзкий вызов во имя будущего. Искусство футуристов желает быть сильным и злым, как вся жизнь сегодняшнего дня, сосредоточенная в огромном нервозном городе, с его автомобилями, небоскрёбами, трамваями. Да, мы люди города, мы люди завтрашнего дня, мы гайеры в искусстве. Маяковский говорил о боевой общественной роли искусства. Многие футуристы ограничиваются эстетическим бунтом в искусстве. А у Маяковского слышится пафос-социалиста, знающего неизбежность крушения старья. Все выходившие в городе газеты откликнулись на выступления московских литераторов. Саратовская жизнь. Господин Маяковский и Бурулюк иллюстрировали свои положения своими стихотворениями. И замечательная вещь. Ни одного стихотворения не было чисто футуристического, а были стихотворения и не дурные, совершенно символические в духе Шарля Бодлера. Саратовский листок. Что же можно возразить, когда говорят, что искусство не должно быть стоячим болотом? Что в нём всё течёт, всё развивается, и, конечно, создаются всё новые и новые ценности. Саратовский вестник. Речь господина Маяковского, сказанная с большим ораторским мастерством, красиво построенная, ясная и содержательная, произвела впечатление на слушателей, и они покрыли её дружными и продолжительными аплодисментами. А вот ещё. Саратовский листок. Владимир Маяковский, весьма развязанный молодой человек, ему всего 20 лет, типа современной тангизированной молодёжи, появляется на эстраде в розовом пиджачке с пёстрым, торчащим из кармана, платочком. Ну и что в пиджачке? Это же совершенно ясно. Он надел внешние платья футуриста только для дураков. Это один из его способов клеймить всяческую пошлость, которую он так ненавидит. А в костяной футуриста это сделать легче и доступнее. Точно, за этой внешностью большое ораторское мастерство, огромная сила убеждения. Таким он нам, саратовцам, и запомнился в тот раз. Горячим, молодым поэтом современности, поэтом страдающих и бунтующих окраин. Бунт Низов изобразил Маяковский в революционной поэме «Облако в штанах». Мало кто знает, что название поэмы связано с саратовской поездкой 1914 года. В году тринадцатом, возвращаясь из Саратова в Москву, в целях доказательства одной вагонной спутницы своей лояльности, сказал ей, что я не мужчина, а облако в штанах. Сказав, я сразу сообразил, что это может пригодиться для стиха, а тут разойдется из устно или будет разбазарено зря. Страшно раздосадованно, я с полчаса допрашивал девушку наводящими вопросами и успокоился только тогда, когда убедился, что мои слова у нее уже вылетели из следующего уха. Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, как выжревший лакей на засаленной кушетке, буду дразнить об окровавленный сердце лоскут, досыто изиздеваюсь, нахальный и едкий. У меня в душе ни одного седого волоса и старческой нежности нет в ней. Мир, огромив мощью голоса, иду красивый двадцатидвухлетний. Нежные, вы любовь на скрипки ложите, любовь на литавры ложит грубый, а себя, как я, вывернуть не можете, чтобы были одни сплошные губы. Приходите учиться из гостиной батистовая чинная чиновница ангельской лиги, и которая губы спокойно перелистывает, как кухарка страницы поваренной книги. Хотите, буду от мяса бешеный, и, как небо меняет тона, хотите, буду безукоризненно нежный. Не мужчина, а облако в штанах. После окончания гражданской войны Маяковский снова путешествует и по Союзу, и за границей. В автобиографии он писал «Продолжаю прерванную традицию трубодуров и министрелей, езжу по городам и читаю». В одной из таких поездок Маяковский в третий раз посетил Саратов. В этот раз отношение к Маяковскому в Саратове было уже совсем иным. Маяковского любили и знали в нашем городе. 28 января 1927 года Саратовские известия поместили о нем статью. Маяковский – один из крупнейших русских поэтов нашего времени, своеобразный, как никто к другой. Он отличный оратор, превосходный чтец, особенно своих произведений, и едкий, остроумный и находчивый полемист. КОНЕЦ В тот самый день, когда вышел этот номер губернской газеты, Маяковский сидел, запершись в маленькой комнате гостиницы «Астория», теперь «Волга», и хмуро вглядывался в противоположную сторону улицы, на которой маячил теремок частной фотографии. Поэт сильно простудился в дороге, чувствовал себя неудачно, здоровым, и как-то сами собой стали складываться строки. Не то грипп, не то инфлюенция, температура ниже рыб, ноги тянет, руки ленятся, лежу. Единственный видеть мог напротив окошко, складки холстика, фотография теремок, Г. Мальков и М. Толстиков. «Фабриканты оптимистов». Так называлось это родившееся в Саратове произведение. В нем Маяковский нацелил сатирический удар в лилуйщиков, в мелких кубчиков, старающихся скрыть свое собственническое лицо под маской казенно-патриотического оптимизма. В комнату постучали. Распахнулась дверь, и несколько человек втиснули естественный номер гостиницы. Это пришли в гости к поэту местные литераторы. Мы решили отрядить Владимиру Владимировичу делегацию, ознакомить его с положением дела на литературном фронте в городе. Усок и плечистый ходил Маяковский по маленькому номеру гостиницы и внимательно слушал нашу делегацию. Маяковского беспокоила еще и мысль о том, знает ли его в Саратове, много ли народу придет на вечер. Мы заверили поэта, что в Саратове знает и ценит его. КОНЕЦ Выступал Маяковский в Народном дворце, теперь Дом офицеров. Я выступаю с лекцией Лицо левой литературы как профессионал, как литератор, поэт Владимир Маяковский. Почему, например, ни один человек не сможет сделать болта, не будучи мастером, а писатель может обойтись без всего этого. А между прочим, литературные работы есть тот же производственный процесс. Настоящий поэт лучше с голоду умрет, чем выпустит в свет стихотворение с плохой или с неряшливой рифмой. Я был тогда студентом Саратовского университета и, конечно же, не пропустил вечеров Маяковского. Помню, как он подробно рассказывал о своей работе над стихом. В частности, подробно остановился на процессе рождения стихотворения Сергея Есенина. Маяковский говорил с большим уважением о многих своих современниках. Бедном, осееве, жарове, уткине, светлове. Около двух часов неизменно держал внимание слушателей. Кончил чтение, объявил перерыв, а в минуту перерыва он находился в фойе зрительного зала. Стоял у голанки, несколько опершись на неё, заложив руки за спину. Мы, студенты, полукольцом стояли в некотором отдалении. Никто не решался заговорить с ним. Понимали, что ему после двухчасовой напряжённой работы нужно отдохнуть. Контракт кончился. Маяховский снова на сцене. Его выступление превратилось в беседу со зрительным залом. Ему задавали вопросы, а он деловито, кратко, но определённо и ясно отвечал на них. Обмен мнениями минутами поднимался до предельных градусов полемического термометра, потому что ставились вопросы большого практического и принципиального значения в творчестве писателя. Ваши стихи непонятны. Кто их не понимает? Да я, например. Хорошо. Стихи должны быть понятны, но и читатели должны быть понятливыми. А если вы пишете так, что нельзя понять? Научитесь понимать. Но нельзя же ставить вопрос так. Если я не понимаю, то дурак писатель, а никто другой. В нашем клубе часто читают ваши стихи и рабочие их любят и хорошо понимают. Вот. Настоящий поэт всегда имеет в виду и будущее. И я в своих стихах ориентируюсь на будущего социалистического человека. Когда же Маяковский приступил к чтению своих стихов, наступила такая тишина, будто зал был пуст. Зачарованный могучим бархатным басом, все видели только поэта, слышали только его голос, не ощущая никого и ничего вокруг себя. Возмущение, насмешки, негодование, все исчезло. Голос поэта заполнял весь огромный зал, вел за собой в Китай и Америку, в квартиру летейщика Козырева и к товарищу Нетте, пароходу и человеку. На следующий день, 30 января, Маяковский выступал вторично. В программе вечера стоял доклад под названием «Идем путешествовать». Саратовские ведомости. В оригинальной форме, легкого остроумия, художественного филитона, Маяковский рассказывает о проделанном им большом путешествии из Москвы через Западную Европу, Атлантический океан, в Америку и обратно в Москву. Повествует поэт об этом больше своими стихотворениями, созданными под впечатлением виденного и пережитого. Две главные темы пронизывали его доклад. Тема преступлений и капитализма, колониальное рабство, нищета рабочего класса и тема советского патриотизма и пролетарского интернационализма. Английскому рабочему вокзал оцепенел, а немевает док. Посты полиции заводчикам в угоду. От каждой буквы замиранья холодок, как в первый день семнадцатого года. Радио стальные шеи своротили, слушают, слушают, что из-за ла-манша. Сломят, сдадут, предадут или красным флагом нам замашут. Слышу, слышу, грузовоза в храп, ляск оружия, соконь ешпор, это в док идут штрейкбрехера, морем в морду выплесни шторм. Слышу, плач промелькнул мельком, нечего есть и нечего хлебать. Туман, к забастовщикам теки молоком, камни, обратитесь в румяные хлеба. Смолкло радио, забастовало ввысь, пусто, ни звука, тишь, да гладь. Земля, не гони, земля, остановись, даю держаться, даю стоять, чтобы выйти вам из соглашательской опеки, чтобы вам гореть, а не мерцать. Вам наш привет и наши копейки, наши руки и наши сердца. Нам чужды политиков шарады, большевикам не надо аллегорий. Ваша радость, наша радость, боль, это наша боль и горе. Мне бы сейчас да птичью должность, я бы в Лондон целые пять, пять миллионов, простите за восторженность, взял бы, обнял и стал целовать. Маяковский выступал в сложной обстановке. В зале присутствовали его политические и литературные противники, которые пытались помешать сорвать вечер. Маяковский, а почему вы себя считаете пролетарским писателем? Разве я считаю? Вовсе нет. Я не отношусь к тем поэтам, которые только по мандату желают быть пролетарскими. Я не могу себя считать пролетарским поэтом, так как плохо знаю быт и философию рабочего. Почему вы вышли из ВКПБ? ВКПБ я никогда не был. Был я в РСДРП, фракции большевиков, но был 14-летним мальчишкой, агитатором, пропагандистом, сидел в тюрьме, но вскоре понял, что не дорос политически и вышел из партии. Но сейчас я на 100% иду по линии ВКПБ. Почему вас не понимал Ленин? А где это у него сказано? Сосновский в газете писал? Так это не Ленин, а Сосновский не меня, не Ленина не понял. А между тем Ленин говорил так, что он ни над чем так не смеялся, как над прозаседавшимися, и что это верно на 100% политически. А мне от Ленина и важно мнение политическое, а не поэтическое. После окончания вечера выходим на улицу горячее, взбудораженное. Кругом услышу. Здорово читает. Какой нахал. Ну и талантище. Такой остроумный. Подумайте, как он на записке отвечает. Крое точнуться не дает. Он порядочный. Вот это так. Говорит и не единый запись. Я сам читал, ни черта не понял. Вдруг все понятно. Газеты сохранили волнующие свидетельства о последних саратовских выступлениях Маяковского. Саратовские известия. Выступления Маяковского события в местной культурно-художественной жизни. Мы имели возможность лично слышать крупнейшего и оригинальнейшего поэта нашего времени, большого мастера слова, прокладывающего новые пути в поэзии. Только в его собственном чтении по-настоящему начинаешь понимать и техническое мастерство его произведений, и их художественно-революционный пафос. Большинство по-настоящему поняв творение великого поэта, навсегда полюбили их. На эстраде большая монументальная фигура, почти на голову выше высокого человека, большие размашистые руки, такой же размашистый смелый жест, увеличивающий силу и выразительность речи. Когда богатырски зычным голосом гремит Маяковский нынче наши перья штык до зубья вил, то невольно верится, что он свое перо не макает в чернильницу, а вонзает дерзко и смело как штык во вражескую грудь, или как вилы в тяжелые пласты тучного навоза, от которого пашня даст новые сходы. В диком разгроме старый смыв, новый разгромим по миру миф, время ограду взломим ногами, тысячу радуг в небе ногами, в новом свете откроются поэтам опоганенные розы и грезы, все на радость нашим глазам больших детей, мы возьмем и придумаем новые розы, розы столиц в лепестках площадей, все у кого мучений клейма нажены, тогда приходите к сегодняшнему палачу, и вы узнаете, что люди бывают нежны, как любовь к звезде вздымающейся паучук, будет наша душа любовных волк с льянным устьем, будешь, любой приплыви глаз сияньем облит, по каждой тончайшей артерии пустим, поэтических вымыслов феерические корабли, как нами написано, мир будет таков и в среду, и в прошлом, и ныне, и присно, и дальше, и завтра, во веки веков. Не смоют любовь, ни ссоры, ни версты, продумано, выберено, проверено, подъемля торжественно, стих строкоперстый, клянусь, люблю, неизменно и верно. Пусть во что хотите ждание удлиняться, вижу ясно, ясно до галлюцинации, до того, что кажется, вот только с этой рифмой развяжись, и вбежишь по строчке в изумительную жизнь. Мне ли спрашивать, да это ли, да та ли, вижу ясно, ясно до деталей, воздух в воздух, словно камень в камень, недоступной для тленов и крошений, рассеявшись в высице веками, мастерская человечих воскрешений. Вот он, большелобый, тихий химик, перед опытом наморщил лоб, книга, вся земля, выискивает имя, век двадцатый, воскресить кого? Маяковский вот, поищем ярче лица, недостаточно поэт красив, крикну я вот с этой нынешней страницы, не листай страницы, воскреси, сердце мне вложи, кровищу до последних жил, в череп мысль долби. Я свое земное не дожил, на земле свое не долюбил, был я сажень ростом, а на что мне сажень для таких работ годна и тля, перышком скрипел я в комнатенков сажен, вплющился очками в комнатный футляр. Что хотите, буду делать даром, чистить, мыть, стеречь, мотаться, месть. Я могу служить у вас хотя бы швейцаром, швейцар у вас есть. Мало не что бывает, тяжесть или горе, позовите, пригодится шутка дурья. Я шарадами гипербол, аллегорией буду развлекать стихами вологуря. Я любил и стой старым рыться. Больно пусть живут и болью дорожась. Я зверьё ещё люблю, у вас зверинца есть. Возьмите к зверю сторожа. Я люблю зверьё, увидишь собачок, тут у булочной одна сплошная пляж. Из себя и то готов достать печёнку, мне не жалко, дорогая, ешь. Может, может быть, когда-нибудь дорожкой зоологических аллей и она, она зверей любила, тоже ступит в сад, улыбаясь, вот такая, как на карточке в столе. Она красивая, её, наверное, воскресят. Ваш тридцатый век обгонит стаи сердце раздиравших мелочей. Нынче недолюбленное наверстаем звёздностью бесчисленных ночей, воскреси меня хотя бы за то, что я поэтом ждал тебя, откинув будничную чушь, воскреси меня хотя бы за это, воскреси, своё дожить хочу, чтоб не было любви служанки, замужеств, похоти, хлебов, постели прокляп, встав слежанки, чтоб всей вселенной шла любовь, чтоб в день, который годом старяш, не христорадничать моля, чтоб вся на первый крик товарищ оборачивалась земля, чтоб жить не в жертву дома дыром, чтоб мог в родне отныне стать отец по крайней мере миром, землёй по крайней мере, мать. Стихи стоят свинцово тяжело, готовы к смерти и к бессмертной славе, поэмы замерли к жерлу прижав жерло, нацеленных зияющих заглавий, оружие любимейшего рот, готовое рвануться в гики, застыла кавалерия острот, поднявшись рифм отточенные пики, и все поверх зубов вооружённые войска, где двадцать лет в победах пролетали до самого последнего листка, я отдаю тебе планеты пролетарий. пролетарий 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 м пролетарий Horizon м як в Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!